Валерий Курас 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 Ведь сегодня собрались действительно настоящие патриоты, которые действительно волнуются и переживают за свою страну, за ее настоящее и будущее, за ее судьбу, за будущую жизнь своих детей в этой стране. А те, кто сегодня не вышел, они просто нас в последовательности боятся, они действительно терпевы, которые должны на нас смотреть, брать с нас пример их будущего. Я верю, что такие выступления будут еще неоднократно осуществляться. Выходить вместе с нами и говорить. Говорить, потому что мы цивилизованные люди. Знаете, я очень люблю эту страну, я очень люблю эту историю. И поэтому верю, что современная молодежь, то, что будет двигать именно будущее нашей страны, будет так же выходить на улицы и говорить о действительно важных проблемах в сложившейся ситуации. И то, что настоящая молодежь не только ждет и верит, но и требует, требует перемен. Друзья, очень многие люди говорят, что Россия – это великая страна, потому что у России есть большое количество ресурсов. И каждый раз кто-то говорит про газ, кто-то говорит про нефть, но на самом деле самый главный ресурс в России – это люди. Это мы с вами. Люди, которым не все равно. И очень многие люди сегодня, сейчас смотрят на нас через социальные сети. 50 тысяч человек в данный момент, наверняка, через YouTube и гораздо больше других источников смотрят на нас. И мы в данный момент должны быть знаком того, что что-то меняется, что мы можем что-то сделать все вместе. Мы против коррупции. Уважаемые граждане, значит, просто понять, в каком стране мы живем, почитайте просто Конституцию, это небольшая книжица. Здесь записаны основные права и свободы. Высшей ценностью и высшей властью является народ. Также здесь статья 31. Свобода, честность, слово, витингом, здесь все закреплено. Также у всех силовых структур есть свои присяги. Присяги полиции, присяги судов, у судей есть присяги. Присяги у президента есть. Поэтому у всех есть права. И как писал классик тоже, как говорится, я тварь дрожащая или право имею. У нас права есть. И собираться, и свобода слова есть. И то, что кто-то все это покирает, и свободу слова, и свободу граждан. Также и бизнес кошмарит, хотя в телевизорах они все прекрасно, красиво говорят. Поэтому, говорится, нет коррупции без закону. Нет коррупции без закону. Нет коррупции без закону. Нет коррупции. Путина и Дмитрия в отставку. Путина и Дмитрия в отставку. Путина и Дмитрия в отставку. И не надо бороться за слово. Наша сила простых людей – это объединение. Поэтому едины мы. Мы сильны. Если вы оглянете сейчас назад, вы увидите митинг «Единой России». Мы вообще не видим там никого. Полтавка! Так все сила! У нас сила сегодня. Сегодня народ вышел сказать свое слово. Впервые во всей России вышло более ста городов. Все хотят сказать свое слово. Сейчас у нас здесь впервые предоставили людям высказать свои мысли. То, что навалело на душе. Здравствуйте, люди, которым не безгранична судьба России. Люди говорят, что мы едины и вообще поддерживаем друг друга. Но вот возникает вопрос, короткий буквально. А кто поддерживал дальнобойщиков, когда их отдали Рутенбергам? Ну, кто вообще про эту тему знает? Кстати, где дальнобойщики, которые продали? Завтра будут. А, вот дальнобойщики. Здравствуйте, ребят. Где люди? Дети, внуки, племянники. Тех людей, которые лежат дома и погибают без лекарств, потому что государство решило их прокатить. Где эти люди? Так, нету. Все, извините. В общем, потом им холод дадут, они все скажут. Просто у меня у самого умирает отец от рака легких, и я не могу добиться того, чтобы мы дали бесплатное обезболивающее, чтобы он хотя бы в последние дни провел все понятно. Базор! 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 Ребята, еще краткое обращение к полиции и силовым структурам. Я их очень ценю и уважаю. Что вам скажете? Были недавно события в Киеве, в конце 13-го, в начале 14-го года, когда поменялась власть. Кто помнит, что случилось с Берхутом потом? Как к ним относились во всей Украине, которые пытались подавить волю народа? А что сейчас происходит в Минске, в Беларуси? Как батька расправляется с местными людьми? Как вы думаете, что будет с этими полицейскими, которые крутили стариков, били бабули дубинками, крутили детей и подростков? Как вы думаете, что с ними потом будет? Господа полицейские, задумайтесь, может быть, стоит уже поменять все-таки направление своей деятельности и защищать людей, а не приклепателей данной власти. Всем спасибо. Добрый день. Здорово. Я долго не завезу вас в Таюнии-Посухах. Но я хочу вам прочитать очень слабоедливое створение отрывов, в которой написано 180 лет тому назад. А вы, надменные потомки, известной подлостью, расставленных отцов, пятую рабкую, рабкую, покрасную обломки, и крою счастья, родительство за Бога. Вы, жалкую толпу и стоящую трону, свободой, пения и славы палачи, стоитесь вы под сенью закона. Пред вами суд и правда. Чего молчить? Но есть, есть грозный суд, на пешке, это правда. Есть грозный суд, он ждет. Он не доступен склону к мадости, и мыслей, и дела, он знает наперед. Тогда на краску вы прилегите со словик. Оно вам не поможет в ночь. И вы не смоете все ваши черные крови. на годы справедливости. Мы там, мы с вами. У меня сына 6 марта за одну минуту в 23.46 убрали из дома в халате в поясах халата в старт-надачной площадке в старт-надачной площадке. Мой сын отсидел. Вернулся 4 мая. Ермолаев Петр. Потом он сменил фамилию, имя, начал домружить. Начал учиться в вечерней школе работать под видеокамерами. И сейчас ему сначала предъявили убийство. когда приехал на работу и увидел, что он работает под видеокамерами, что человек исправился. Все. Он был осужден по 282-ю как политический. Сейчас ему хотят сменять уголовное дело, которое он не совершал. Совершенность. и люди, помогите просто. Вы не знаю, что делаете. Сейчас избегает. Советский полиции криченок. Свобода полиция кричанок. Свобода полиция pokleč Discord. Свобода полиция pokleč 있는. Свобода полиция poklečMusic. Свобода полиция pokleč Eine. Свобода показа ск trd Whatever Ouca Natasa Я сама являюсь членом рабочей группы общественной палаты Республики Татарстан. Наши власти достали уже всех. Уже сколько мы ходили к Надикову, к прокурору. В МВД к Хохорину я тважды была. Я хожу за народ. Я обращаюсь к жителям с просьбой помочь разобраться в ЖКХ в системе. Нас обворовывают, нас грабят. Понимаете, Нуреев управляющий компанией «Уютный дом» обокрал жителей нашего района на 232 миллиона. Вор должен сидеть в тюрьме. Мы это так должны сидеть в тюрьме. Всем его действиям покрывают его глава Новосавиновского района, Алибай. Покрывают его прокурор Республики Татарстан. Прокрывают его и власти нашей республики. Мы ничего не можем сделать. Коррупция на грани фантастики. Мы собираемся ехать в Москву через неделю. Подходите, пожалуйста, подписывайтесь. Грабят всех жителей города, республики, во всем районам. Мы провели расследование. У нас подтверждено сотрудниками МВД, что обсчет населения составил 232 миллиона. А по городу Казани, это два отопительных сезона, представляете, миллионы. А по всему городу Казани на миллиарды нас обворовывают. Квартплата в Москве всего за 85 квадратных метров, 5500. У меня квартплата за 65 квадратных метров, 6500 представляет разницу. Москва и Казань, Москва по дороговизне, после Токио идет. Токио дорогой самый город в мире. Мы что, круче, чем в Токио живем? Такого быть не может. Поэтому я считаю, что наши власти должны уйти в отставку. В том числе я требую прокурора в отставку Нафигова, который не возбуждает указанное дело. По многим факторам уже проверю. Постадку! У меня письмо из Москвы. Главное следственное управление экономической безопасности и противодействия коррупции за подписью начальника отдела проведения проверок особой важности Н.В. Маховский пишет. Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции проведена проверка. Факты по указанным нарушениям подтвердили 23 декабря еще в 2016 году управление МВД по РТ. Указанные материалы проверок переведены уже в следственное управление, но до сих пор уголовного дела нет. Поэтому если мы с вами не будем выходить на митинге, будем сидеть отлеживаться на диванах, смотреть только телевизоры и показывать, как нам Сирию, Украину, которые нам не нужны. Нам нужно, чтобы показывали нас наши проблемы. Понимаете? Мы устали. Накормите свой народ! Хватит кормить Сирию и Украину! Накормите свой народ! Здравствуйте! Я много думал о том, какое чувство сейчас главное в обществе. Чувство незащищенности, это понятно. Чувство уязвимости. Но я пришел к выводу, что самое главное чувство, лежащее в основе того, что сейчас мы в обществе наблюдаем, это чувство ненужности. Ненужности того, что ты умеешь. Ненужности твоих желаний. Ненужности твоих стараний. Ненужности твоей профессии. Ненужности твоего диплома. Я хочу сказать, что сейчас нам главное, это почувствовать себя нужными. Нужными друг для друга. Это первое. Это первое. Второе. Я считаю, что здесь мы собрались сегодня для того, чтобы заявить о своем гражданском чувстве. О том, что мы гражданское общество. Это очень важно, потому что это является основой любого демократического устройства. У меня все. Я не знаю, будет здесь кто-то за 30 минут начала миссия, когда приходила полиция. Вот. Я хочу сказать замечательную вещь о нем. Пошло, микрофон ближе! Крофон поближе! Полиция приходила и спрашивала, чей это митинг. Вот за 30 минут до митинга. Так чей это митинг? Он наш! Наш! Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы коррупция ушла из власти. Чтобы наконец-то начал править народ. Долой воров из власти! 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 И знаете, что самое главное? Говорят, что... В новостях говорят, что на митинги не придет никто. Но посмотрите! В каждом городе нашей страны выходят тысячи людей! Девчонки! Мы все, что мы все едины! Силы единственные! Силы единственные! Путин ничего здесь не делает, а устраивает войны! И вот эти турпенсионеры, которые на стоят эти туры, они, значит, радуются. Путин, Крым наш и все! Они не понимают. Это был анексимуляционный заклад. Так же, как и Кручев незаконно Крым взял. Понимаете? Он, Путин, самоутверждается через войны, рассчитывая на глупость вот этих пенсионеров. 90% пенсионеров. Они дуры-дурами! Путин, ничего не хочет, Путин! Ничего не хочет! Главное, что надо инвестировать! Никто инвестировать не хочет! Потому что все здесь опасность! Любой бизнес! Вы понимаете? Вот и все! И так Путин самоутверждается! Это первый вор в слове! Гнать его вместе со всей этой сворой! Сворой гнать и за гонку крестьяне! Путин вор! 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 Добрый день! Уважаемые сограждане! Я хочу поговорить с вами об одном из ваших самых основных способов влиять на происходящее в этом государстве. Я хочу поговорить с вами о выборах. В 2016-м сентябрьских выборах Я был наблюдателем на пункте избирателем. Я видел всю ложь и проданность данной системы. Я видел, как учителя, которые учат ваших детей, они подкладывали поддельные бюллетени в урны. Они обманывают вас и ваших детей. Вы все видели видео, где в Томской школе учителя заставляли учеников отказаться от своих взглядов. Я хочу сказать, что все вы должны пойти на выборы в 2018 году. Вы должны проголосовать за того, за кого вы хотите проголосовать. Вы должны пойти наблюдателем. Вы должны контролировать выборы. Это ваше конституционное право. Вы должны влиять на то, что происходит в вашей стране. Всем здравствуйте. Слышно хорошо? Я вот пришел просто в ютубе, посмотрел видео, пришел и смотрел. Много людей пришло. Почему Медведев со мной не поделился, я не понимаю. Почему они не дали чуть-чуть хотя бы. Что мы хотим от нашего государства? Давайте выберем Навального, да? Я не знаю, как и Путина. Абсолютно не знаю ничего. Мы должны как-то договориться. Вот сейчас в очередь даже. Идите, встаньте в очередь. Подождите. Человек высказывается, не дает говорить другим. Извините, пожалуйста. Просто я не знаю. Давайте попросим государство. Вы продаете наши государства? Не надо вносить их без государства. Вот каждому гражданину разделим вот по чуть-чуть, да? Вот чтобы все. А кто тогда будет работать, да? Вы будете работать, нет? Молодые будут работать, да? А кто сейчас берет нас на работу? У меня вот есть стоколь, электрогазосварщик. Я получался электрик. Я не знаю, в электрике, но руками я пую. Там я что хочешь сделать? И я не могу найти себе работу, да? У меня нет опыта просто. И нет электрогазосварщика. Нужен опыт. Год? Год, да. И я не понимаю, вот, как нам, как жить вообще дальше. Я, извините, пожалуйста, больше топли не буду распускать. Но я благодарен вам, что вы тоже выслушали меня. Высказывайте, пожалуйста. Ваше активное воздействие! Всем привет! Всем йоу! У меня четыре строчки. Прошел период бандитизма и из братьев, сделавшие партию. Сильнейший в мире садизма, строит теперь демократию. Вот. Такие строчки, в общем-то. И что хочу сказать? Недавно я заглянул в учебник истории. И если посчитать, вот Путин тратит больше, чем многие цари. Я прочит монархии. Спасибо. Долой монархии! Долой монархии! Долой монархии! Долой монархии! Действительно, Долой монархии. Здравствуйте, привет всем. Я, когда пошел в школу в 2000 году, Путин пришел в власти. Я вот сейчас уже школу закончила, и университет, и Путин до сих пор у власти. Ну, это ладно, это вот следующий вопрос. Меня действительно бесит очень реклама «Газподома». Мечты сбываются, это народное достояние. У кого они сбываются, дорогие друзья, мечты? Это у них там, у кого они сбываются. В России 40% всех мировых богатых. Вся таблица Менделеева. И 2% населения от всего мира. У Лорадских Эмиратов только нефт. Они не работают, они уже рождаются богатыми. А мы в самой большой площади живем друг на друге в Хрущевках до сих пор. Я не понимаю этого, друзья. У меня отец в Гнездане воевал, у него каждый месяц субсидии приходят, 800 рублей. За какую страну он воевал? За кого? За нас, за всех. А его оборолят, нас всех оборолят. Я против коррупции, я против несправедливости, я против вообще всех этих людей, которые стоят выше нас. Я их не выбирал. Долой Медведеву и Путина! Мордейшим Шудинов, один умный человек сказал давно уже, если ты не занимаешься политикой, ведет время, когда политика займется тобой. И вот это время пришло. Я поздравляю Казань, Татарстан, всем, что сегодня день гражданского возрождения нашей страны. Я здесь вижу зачастую молодые лица. Так вот, они собрались, чтобы жить в счастливой стране счастливо. И коррупция – это главное приятствие в этом деле. Коррупция – это не только, когда... они получают миллиардные и многомиллионные зарплаты, как Сечин, председатель государственной конференции, больше, чем Shell, ExxonMobil и на Западе получают. Кто дал ему такое право? Путин и Медведев, своим друзьям. И наши матери, и отцы, которые получают пенсию в 10 тысяч, в 12 тысяч рублей, с которой прожить невозможно, с которой 7-8 тысяч сейчас нужно заплатить за квартлату. Коррупция – это в том числе и ваша несделанная карьера. Вот мы здесь нормальные предприниматели, которые многое могли сделать. И не сделали, потому что везде сидят плотные. Это ваша карьера, еще раз говорю, молодежь. Это на ваших рабочих местах топ-менеджерами сидят дети Патрушева, дети Рогозина, которые Аброс возглавил, сын Патрушева, который в 26 лет получил орден, будучи зам какого-то банка. И так далее, это вам удобно. Это у нас Сомаля Шамиева, Айрат и Радик, которые миллиардеры форсов. Вот с чего вдруг они такие удастые восприниматели, что у них по полтора миллиона долларов? Бабушка, я не знаю. Бабушка, я не знаю. Бабушка, я здесь безвечал вообще. Так вот, это у нас коррупция. Я разговариваю с полковниками, милиционерами. Они говорят, Марсель, да говорит, что не работают чиновники никто. Они подключат тему, как бы создать какой-нибудь проект очередной, съезд сами в соревнованиях, и туда подстроить свои филированные фирмы, и заработать с этого, так сказать, половину украсть. Вот для чего нужны все эти ненужные нам универсиады, олимпиады, когда у нас нет ни дорог, ни нормальных зарплат, 500 долларов, китайцы уже обогнали нас по зарплатам, ненормальных квартир, ненормальных тарифов, ненормальной жизни. Так вот, что главное в борьбе с коррупцией? Мы цивилизованные люди и выступаем за правовое государство. Поэтому, вот здесь у нас хотели выкинуть, потому что якобы депутат госсовета Ксения Владимирова есть такая 20-летняя ультра-шутриотка, в чяти местах сегодня в Казани, подала заявление на митинг, кто-то человек здесь. Вот их уже нету, рассосались. А этот полком почему-то согласовал на весь день в чьи места, есть право проводить митинги и лишил этого права нас. Полкомник здесь подходил, вы видели, и пытался запретить нас проводить митинг, нам, свободным людям нашей страны. Поэтому тех работников СВАКОМа, тех работников Кабмина, тех депутатов, которые сейчас абсурдные, предложения выдвигают, что одному лицу, одной Владимиру можно в хитим местах в Казани митинговать, а нам нельзя. Мы требуем в отставку. И когда мы придем власти в результате свободных выборов, мы потребуем мистурации для таких чиновников, потому что они не дедут нас за людей. Люстрация! 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 Люстрация – это запрет занимать государственные должности. То есть иди работай, попробуй на свободном рынке заработать тебе на хлеб, а не за все того, что ты сидишь в кресле бюджетном, оплаченный нашими налогами, я предпринимательным плачу несколько миллионов налогов. Попробуй заработать на рынке, а не вздевайся над людьми, чтобы они не могли собраться, чтобы нас в деревушке, вы знаете, в кредитце голосовали в деревушках. Так вот, для того, чтобы вам прийти к власти, мы требуем не только честных выборов президента в 2018 году через год, где мы будем выдвигать своих кандидатов, в том числе и Алексея Навального. мы требуем досрочно права. Нам не нужны такие депутаты Госсовета Тазарстана, которые в сети местах в один день, в одно время хотят рейтинговать и лишают этого права нас, свободных людей. Нам не нужны такие депутаты Государственной Думы, которые получают 450 себе повысили зарплату недавно с 250 до 490 и так далее. Поэтому вместе с президентскими выборами 2018 года мы требуем досрочных выборов Госсовета Тазарстана и в Государственную Думу России. Нам не нужна такая власть, которая не... Досрочные выборы! Досрочные выборы! Досрочные выборы! Досрочные выборы! И только когда мы придем к власти, когда власть будет под контролем избирателей, граждан, только тогда вы, молодежь, сможете нормально зарабатывать, нормально строить карьеру, по таланту, по труду. Они ваши места займут все-таки и внучки уже этих власть-предержащих, которые узуфируют власть, которые, вы слышали, сидеть на сети, совершают достаточно февраля на каждом выборах. Он пользуется подчиненным вложением бюджетников. Поэтому победа будет за нами. Вместе мы будем день. Спасибо. И даже в 13 тысячи, все занимаются, все на минуту, просили рассказать, слушайте меня, и ты, 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 это очень малейко, не надо жилить! Не надо жилить! Это очень малейко, зарплата! Хватает. Я же говорю. Кто, 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 кто. Понятно вам? А вы, пожалуйста, вновь. Идите, молчите. Группа говорила. Эти, конечно, голые люди. А те, кто не пустит, кто не пустит, кто не пустит? Кроме линии. Ну, 300. Ну, это по счётчику. Ну, у тебя же видишь, у тебя же 2 окна. Ездить. Я тоже, значит, на Путин. Есть яхты, есть завалеты. За границу ездить. Я тем хуже Путина. Я в сторону Путиков, Владимир, где Путин. И едет. Вы что, я ходим? Туда, на сварь проходит. Отношайте, убедитесь. Каждый день слышим. То, 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 то. То, значит, фу. Тепутат. Долминистр. Все воруют. Здравствуйте. Что я вас не слышал? Они борются за пирог. Пирог не уменьшается. Якобы кризис. Кризис. Никакой не кризис. Просто бездей. Вы понимаете? Да всё. 27 лет кризис уже. Я не знаю, чего её жизнь. Здравоохранение прозвали. По усталов. Попадали. Пласты. И все мы молчим. Простите, народ. Выходите на улицы. Революции не надо. Выходите на улицы. Выходите. И стойте. Возьмите. Под головой. Не подаваться на лозунги. Не на одни. Не на другие. А думать и делать силы. Свои. Чуть войти. Это поселить integrate soul. М coworkers.